Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. И вчера у меня должна была выйти серия, так как новая неделя у нас началась, но к сожалению опять без косяка не обошлось. У меня не записался там голос, поэтому я вкратце расскажу что там у меня произошло и что было. Во-первых я прошел лигу, лигу сегунов ребята на 3 звезды и получил 35 днк на бибопа, на какого, ну вы помните да, какой у нас там разыгрывался, вот этот бибоп. И как видим мне еще не хватает буквально 13 днк, чтобы я смог ему сделать 4 звезды. Ну так же я вчера ребята прошел по быстренькому турнирную арену, давайте посмотрим где я сегодня. Так, смотрите, в лиге самураев, а вчера я был в сегунах, сегуна одна звезда, то есть не так уж и далеко меня сбросили. Ну что же, придется нам играть, как говорится, с самого начала, давайте посмотрим что у нас здесь в колоде. Я так понял нам днк никакой не дают, что-то в последнее время вообще с днк проблематичность у нас какая-то возникает. Давайте заберем здесь ревер, так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях и пройти серию испытаний. Давайте пройдем, наверное, серию испытаний для начала, да, по-быстренькому, а потом уже будем все остальное с вами делать. Так же я вчера, кстати, поиграл за, как вам сказать-то, короче, ребята, осколки разыгрывались, да, ну где мы обычно с вами пиццу выигрываем, там, мутаген. Вчера был у нас розыгрыш осколков, ну как обычно, ребят, по стандарту 8 серебряных, потом 16 и в конце концов 8 золотых. Дальше я ничего не смог, никакие испытания я не стал, ребят, проходить, вчера чистая была у меня лига. Так, секундочку, секундочку, что-то здесь, ну-ка давай бомбаним вот так вот. Ага, шикарно, блин, а у нас еще вторая волна будет. А здоровец этого черепашек у кого-то, у Криса вообще практически нету, ё-моё, сейчас, наверное, его отколбасит по полной программе. Хотя мы можем с вами сделать и вертушку, верно ведь? Да, кстати, ребята, еще хотел спросить у вас вот такой вот нюанс. У вас, как бы, мнение немножко разделилось. Кто-то говорит, что снимай с камерой, кто-то говорит, что камера отвлекает, вы уж определитесь, пожалуйста. Если она отвлекает, мы будем снимать без камеры. В принципе, мне не сложно, мне даже, наверное, проще будет. Мне надо будет там подготавливаться, прихорашиваться и так далее, то подобное. Ну, вы поняли, о чем я, да? Так, как обычно, голос за кадром, все отлично, все пучком. В общем, пишите, будем определяться уже, как говорится, конкретно, либо с камерой, либо без. Так, ну что, мы с вами прошли серию испытаний. Так, забираем сейчас, естественно, ребята, Левард с вами. И пойдем, наверное, так, поднять уровень персонажа. Давайте-ка вот это мы с вами сделаем. Зайдем, вот, кстати, ребята, вот, я хотел сказать, видите, вот осколки. Четыре часа осталось. Ну, вот, как обычно, до восьми золотых я дошел. Здесь, конечно же, мне уже не осилить. Так, и будем мы искать. Вот, кстати, у нас сегодня может проапаться. Секунду, секунду, секунду. Опачки. А, как вам? Давайте-ка попробуем найти на него всего лишь две ДНК. И он будет у нас проапанным. А это, ребята, мотогеноид. Вы давно писали, Рэй, проапай, проапай. Вот, давайте посмотрим, получится у нас сегодня это сделать. Ага, одну ДНК мы нашли. Давайте еще одну найдем, и все будет у нас замечательно. Смотри, как назло, ничего не дают, а. Вот хитрозадый. Опс, ребята, это уже как-то подозрительно. Эй, игра хорош. Фух, дали. Ну, что же. Где он у нас, красавчик? Вот он, ребята. Сколько там нужно? По-моему, 10 тысяч мотогена, да, если я не ошибаюсь. Давайте, конечно же, будем его развивать. Ту-дюн, ту-дюн, ту-дюн. Пять звезд, красавчик. Ух ты. Потные ладони называется у него специальность, ребята. Мотогеноид бросает мутагент во врага. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение двух ходов. Потные ладони, блин. Как могут быть ладони, которые сделаны из кислоты, стать потными? Для меня это какая-то загадка просто-напросто. Ну да ладно, не будем, ребят, придираться. Поднять уровень... Блин, я все забываю поднять уровень персонажа. Где он у нас? Давай, например, поднимем... Сможем донику? Да? Нет. Нет, не сможем. Так, ладно, хорошо. А кому же тогда нам? Давай к крысиному королю. Так, 4 тысячи мотогена. Я думаю, что... Во, как раз. Отлично. Кстати, давайте-ка посмотрим, кто у нас будет следующий на очереди. И это, скорее всего, у нас будет Эйприл. Правда, у нее всего одна попыточка по поискам. Смотрите, ребят, да? Ну давай, сколько мы сейчас найдем? Две ДНК на нее. Ага, минус одно уже. Две попытки остается. Хорошо. Одну ДНК мы нашли на нее. Давай еще одну. Ну, чтобы две было. И... Да. Хорошо. Отлично. И сколько нам в общей сумме еще осталось? Слушайте, ребята, 11 ДНК. Это, грубо говоря, где-то недельку нам поискать. Даже если, грубо говоря, по две ДНК будет выпадать за день. Ну да. Около недельки. Хорошо. Давай тогда еще посмотрим, кого... Ага. Вот. У нас, кстати, Кирби-мыш. Я вчера был очень недоволен. Ей. Но, тем не менее, придется все равно, ребят, качать. Как обычно, я вчера хотел пройти лигу с ноля. И докуда смогу. Без потерь. Но, как вы понимаете, ничего у меня опять не получилось. По-моему, там два боя было, где меня вообще там разнесли в хлам. Ни одного персонажа не осталось. То есть, вообще в сухую проиграл. Представляете? Так. Ну что? Пицца у нас закончилась. Это, конечно, хорошо и в то же время плохо. У нас с вами... Ага. Реварды сейчас заберем. Давай-ка забираем это все дело. И сегодня я хотел, ребята, пойти на испытание, да? Ну, на турнирочку мы, наверное, тоже с вами зайдем. Но, кстати, я забыл сказать, что по сюжетке... По сюжетке... Подеремся. 39-й, 41-й, да? Для этих целей мы с вами возьмем... Будем с вами, наверное, вот отсюда плясать. 40-й, 40-й, 41-й. Хм. Давай, наверное, мы возьмем еще сюда... Так. Нейтрализатора я возьму. Да и, пожалуй, Шреддера. Вот так вот. Не будем пока брать с вами Леонарда. Вы знаете почему. Потому что Леонарда и сам легко справится. Малышей подтянет в любом случае. Ну, а сейчас будем проверять, как у нас тут... Ох ты, а что... А почему мутагеноид такой слабый? Почему его так офигенно покарало? Мне это не нравится. А ну-ка, давай-ка, Усаги, накажи. Блин, не наказал. Сейчас кого-то будут бомбить. Сто пудово вам говорю. И, скорее всего, это будет мутагеноид. Угу. Что он делает? Ускоряет, да? И повышает критическую атаку. Еще хилится при этом. Слушайте, нам, наверное, тоже надо похиляться, да? На всякий случай-то. Отлично. Так, теперь бомбанем. Упс. Ха-ха. Слушайте, но неплохо, я вам скажу. А теперь давайте, наверное, посмотрим с вами, что вот... Или ладушки сделать. Блин, давай вот это вот попробуем. Шмяк. Ага. Он еще, ребята, вешает... Вот этот вот удар постепенный урон. Это же круто. Это очень круто. Так, давай посмотрим, что вот это такое у нас. Шух, шух, шух. Ядрить на корень. Опа-на. Контру повесили. Ребят, посмотрите, контрудар. Это круто. Это очень круто. У нас до этого только Крис мог это делать, да? Крис Брэдфорд. Ну, а теперь, оказывается, и Усаги. Меня это радует. Я не пробовал просто, что это за скилл. И сейчас увил воочию. Так что мне понравилось. Ну, ах, елки-палки, у нас была 90-я позиция. Сейчас на 44-ту мы перебрались. Ладно. Ладно, есть еще, как говорится, у нас порох в пороховницах. И будем с вами, наверное, брать такую тяжелую элиту. А знаете почему? Потому что я собираюсь выводить своего Леонарда. Да-да. И, естественно, раскачивать. Не раскачивать, а использовать малышей. Я думаю, что Лео положит всех с одного удара. Он должен это сделать. Иначе тут все у нас полягут. Ну, Лео, не подведи меня, родной. Давай вот так вот начнем с тобой. Так, 42-й уровень. И... Та-да-да-дан, та-дан. Да, ребята, победа, победа. И это мне нравится. Сейчас, естественно, мы сделаем откатик. Леонарда опять возьмем в команду. Опять возьмем каких-нибудь малышей. Ах, черт подери. Я думал, что... Первая позиция. Ну, буквально вот единичку бы выше, и мы бы с вами уже были бы в самураях 3 звезды. Ну, да ладно. Ничего страшного, ребят. Так, давайте определяться. И я думаю, что... Хм... Смотрите-ка. Странно. Как-то здесь вообще одно серебро. Я, наверное, вот с этими буду драться. Это у нас Артем. Да, Артемка. Придется мне немножко с тобой повоевать. Возьмем так. И вот этих вот малышей. Поехали. Я думаю, что опять же у нас все получится. И все упадут с одного удара от Леонарда. От его супер-пупер вертушки. Даже Рокул не устоит. Я надеюсь. Ну, вот. Хорошо. Отлично. Мы с вами очень быстро продвигаемся. Мне это нравится. Самое главное, что нас не очень далеко сбросили. Понимаете? Если бы меня сбросили куда-нибудь на Война, было бы, конечно, очень печально. А так, что, ребят? Ну, самурай, две звезды, плюс уже третья, да? Самурай, три звезды, 69-я позиция. То есть, буквально два-три боя, и мы уже будем в сёгунах. А там уже закрепимся, и будет все пучком. И я буду вот с этими ребятами драться. Так, Леонарда, давай опять выходи. Я его, наверное, запарил. Он скажет, Рэй, ты достал меня. Бери кого-нибудь другого. А кого брать-то? У меня нету такого хорошего прокачанного персонажа, извини меня, и с такой массивной атакой. Только ты, Лео, только ты. Ты меня выручаешь, и за это я тебе очень благодарен. Упс. Ребята, это было, блин, моей, наверное, ошибкой. Ёлки-палки. Я надеюсь, мы хоть сможем. Сможем, ребята. Фух. Это повезло, что у нас Джастин не упал. А ведь мог. Мог. Там у него практически жизни были на волоске. Но все-таки нам повезло. Так, и какая у нас? Сороковая, да, будет позиция? Ух ты, даже 36-я. Даже, ребята, мы, скорее всего, быстрее попадем с вами, чем я ожидал. Леонарда, давай. У тебя еще две будут попытки. Две попытки. Ёлки-палки. Ребята, это же круто. Возьмем вот так. Тут, конечно, немножко рискованно. Я не буду уж сильно так рисковать. Давай, на всякий случай, возьмем Бибопа и попробуем. Если кто-то здесь останется, я надеюсь, он его сможет быстренько добить. Так, ну что, я уверен, что все практически упадут. Кроме, наверное, одного персонажа. Нет, мы завалили всех. Тем паче. Тем паче, ребят, для нас это просто шик. Ну что же, 970 мутагена и... Блин, хотел сказать, и мы уже с вами переходим в Сегуны. Но нет, нет, еще надо сделать нам один бой. Хорошо. Давай определимся. Лига Сегунов у нас уже началась. И тут, как мы видим, 49, 48 и 50 уровни. Начнем вот с этого, конечно же. Не будем тут слишком сильно забегать вперед. Я возьму Тигра. Я возьму Бакстера. И вот здесь уже, наверное, мы возьмем двух вот этих малышей. Фух. Надеюсь, мы справимся. Хотя я могу, ребята, ошибиться. Вот вчера играл я, да? Где звук-то у меня не записался. Такие были нелепые ошибки. В принципе, их как бы и не должно быть. Я был на 100% уверен, что смогу победить. Но почему-то меня там раскромсали. Жалко, конечно, вам это никак не показать. Там был, конечно, такой момент спорный для меня. Я там кричал и был очень сильно возмущен. Ну, как всегда, в своем духе, ребят. Ну что же, мутагенчик уже у нас хорошо растет. И вот Сегун. Слушайте, представляете, да? У нас сегодня что, вторник, да? И я уже в Сегуне. Такого я давно не помню, что бы было у нас. Круто. Так, ну что тут? Куру. Потом. Я же с Елизаветой только что дрался. Опять она здесь почему-то. И Майк. Я думаю, что буду драться... С Елизаветой, наверное, да? Да. Скорее всего, придется мне с ней. Все, ребят, последняя попытка у Леонарда осталась. Естественно, мы будем ее использовать. И возьмем еще вот этих гавриков. Или же надо взять одного какого-нибудь крепенького гаврика. Это будет у нас змея-карай. Я думаю, так будет стопроцентная помена. А если бы мы взяли бы с вами кого-нибудь слабенького, мы могли бы, наверное, проиграть. Ну, сейчас посмотрим, как у нас тут карта ляжет. Как мы будем ходить, как у нас снициатива и так далее и тому подобное. Упс. Да посмотри, я иногда вообще не понимаю. Леонарда всех косит. А порой кого-то и оставляет. От чего это зависит, я не знаю. Ну, все. Сейчас мы с вами, может быть, даже сегодня зайдем, кстати, в Сегун 2 звезды. Это будет вообще шикарно для нас. Тогда я думаю, что за неделю мы даже в Сегун 3 звезды можем попасть. А там уже и выше. И я тогда побью свой рекорд личный. Поехали. Так, к сожалению, Леонарда мы больше взять не можем. И нам придется как-то вот справляться этими отрядами. Ой-ой-ой-ой-ой. А как тут быть? Ну, возьмем, например, Зека, да? Возьмем Железную Голову. И вот тут уже придется, ребята, как-то... Блин, я не знаю. Так, если вот возьмем... Слушай, Рокзара может быть взять. Давай возьмем Рокзара еще на всякий случай. Так. Черт. Попробуем. Нет такое впечатление, что кто-то у нас здесь упадет обязательно. Надо Баксера, конечно же, в первую очередь убирать. Потому что у него, ребята, здесь сто пудов будет... Провокацию возьму. А Кирби, наверное, сейчас захилить-то. Или не успеет. Ну-ка, проверим. Ех, шикарно. Победа за нами здесь. Опс, тихо, тихо, тихо. Подожди, не за нами еще. Давай вот так сделаем. Вот, вот теперь победа, елки-палки. Немножко пужанул, если честно. Ну, все обошлось. Как видите, все обошлось, все хорошо. И, значит, мы... А-тя-тя-тя-тя-тя. Я думал, что сейчас перейдем. Все, ребят, еще один бой мы с вами сделаем. И будем в Сегунах две звезды. Я буду, наверное, драться с Ником, скорее всего. С Анжелиной не хочу. С Паскалем. Паскаль, Паскаль. Нет, все-таки я возьму, наверное, Ника. Да. Мне кажется, он послабее. И все-таки у меня не так много сильных персонажей, которые могли бы здесь дать достойный отпор. Поехали. Будем сейчас драться изо всех сил. Ну, не беда, ребят. Я думаю, вы меня простите, если кто-то у меня здесь упадет. Естественно, я этого не хочу. Утю-тю-тю-тю-тю-тю. Что сделаем? Давай сделаем для начала защиту дополнительную. Потом, елки-палки. Ну, давай так сделаем. Жух. Да, Карай, конечно, ты у нас отнимаешь так мало здоровья. Молодец, Раф. А вот теперь, ребятули. Главное, чтобы не было массовых атак. Иначе, смотрите, у нас... А, если мы вот так сделаем, мы замедлим их всех. Упс. А, тут не замедляется. Это у нас меткость, ребят. Лео, ну куда ты? Стручок-то недоделанный. Куда ты? Это хилят будет сейчас. Ну, естественно. Морозильная кошка, она будет хилять. А мы сейчас делаем что? А мы сейчас тоже хильнемся. Назлоем. Во. Так, полетела граната. Хрен ему лысого. Так, что тут дальше? Ага, массовая атака от Дони. Бумс он тоже получил. И теперь давайте повесим вот так вот. А зачем это я сделал? Зачем мне здесь, блин, ну... Контратака мне здесь вообще не нужна была, так как у нас, ребята, Раф стоит. А я вот так еще сделаю. Раф стоит под провокацией. Ух, сейчас будет кому-то бобо. Давай-ка я вот этого Доника отсюда, наверное, уберу. Жух. Все, его нету. Так, что это такое снято? Что он там снял? А, антибаф, наверное, какой-то снял, да? А этот, наоборот, вешает ускорение на себя. Хорошо, мы должны, ребят, с вами снять. Никакого ему ускорения. Обойдется. Ёлки-палки, я вот этого боялся. Оу, щет! Да ты как... Как он так? Ребят, честно говоря, я вот этого боялся. Я... Блин, это была моя ошибка. Это была моя ошибка. Ё-моёшечки. Ты видел, что произошло, ребята? Он просто с одной очереди снес двоих. Офигеть. Вот вам и Ванька. Поэтому нам нужно как можно быстрее его раскачать. До фулочки, да? До 70-го хотя бы. До 70-го уровня. И 5-ти звезд. Я думаю, Ваня нам будет заходить очень офигенно. Ну что же, я нас поздравляю. Мы с вами перешли в Сёгун. Две звезды. Правда, у нас 98-я позиция. Нас быстро отсюда скинут. Но, тем не менее. Тем не менее, ребят, всё хорошо. Так, ну что же. А теперь мы с вами отправимся на какое-нибудь этакое испытание. Значит, у нас здесь космические странности. Как я говорил вам вчера. И День Дони. Ну, День Дони все знают. А здесь у нас вот такие вот космические черепашки-ниндзя. Армагон в конце у нас. И тут нейтрализатор, Джастин и Бакстер. Давайте, наверное, с них и, пожалуй, начнём. Поехали. А, ты посмотри, как круто. Нам дали Фулку. Ну, я имею в виду Фулку. Это моя вся самая сильная команда. Слушайте, так мы сейчас можем с вами, наверное, далече уйти. Хм, мне бы хотелось бы так. Слушайте, а можно посмотреть даже в День Дони. Да, и посмотреть, сколько и кого нам там дадут. Ладно, пока я ничего не буду делать. Играем на автобое. Потому что, ну, сами знаете, здесь они вообще ничего не сделают. Буквально, наверное, до 50 уровня мы можем спокойно играть на автобое. Ага. Джастин, нейтрализатор и Бакстер. Естественно, мы их всех с ударов просто, ребят, здесь ложим. И получим с вами ДНК на Джастина. Лишним оно не будет, уж поверьте мне. Ну что, все, хорош, хорош, хорош. Давай, быстренько загрузочку. И мы с вами... Кстати, может быть даже такая есть вероятность, что получим с вами здесь левел сегодня. 25-е уровни. Поехали. Так же, ребят, на автобое. Так, ну что, крысы. Крысы для нас не помеха. Вот так. Запинали. И двигаемся далее. Опс, грибочки. Молодцы, смотри, как они правильно работают, ребят. Они сносят, в первую очередь, грибы. Так и надо делать. И последняя, третья волна. Кто у нас тут? Ну, Армагон. Опять же, Бакстер. И опять же, нейтрализаторы. Ну и тля до кучи, которые сейчас тоже получат. Все. И мы получаем с вами ДНК на Бакстера, по-моему, да? Потом идет у нас нейтрализатор. Ну. Да. Именно Бакстера мы получаем. Теперь у нас нейтрализатор. А там уже будет, по-моему, Рафаэль Космос. Хорошо. Так. 35-й уровень. Опять же, ребята, все будет на автобое. Сейчас, блин, их раскумарим. Конечно, можно было бы вот это все и вырезать. Но вы просили снимать все. Поэтому, ребята, извините. Если что, вы можете просто немножечко ползуночек передвинуть. Буквально там, на минутку. И уже будут у вас нормальные, солидные бои. Так. Тут у нас, во, уже пошел Космос. Как орешки. Опс. Зек. Какого лешего ты промахнулся? Точнее, ты не промахнулся. Ты не смог добить. Ладно. Отлично. Двигаемся далее. И сейчас уже, наверное, будет 45-й этап. 45-й левел. Сейчас посмотрим. Так. Нейтрализатор тоже нам пригодится. Да, ребята, здесь уже, скорее всего, 45-й. Оу. Щет. Слушайте, хотя, в принципе, что они нам сделают эти два голема-акробата? Ничего они нам не сделают. Верно ведь? Так. Включаю автобой. И обказил иглаточек Кока-Коловой. Ой, как вкусно. Прям нет сил. Так. Ну что. Пробиваем стрелозадых. Давайте. Опс. Отлично. По красоте. Так. Ну что. Тут у нас Лео Космос, я смотрю, да? Раф Космос. Ну и Джастин. А Джастин, интересно, кто это у нас такой? Это же стопудово тоже какой-то ведь мутант. Я про него вроде бы читал. Тут же про каждого персонажа можно прочитать, если вы не знали. Ну там такая информация какая-то. Оп, тихо. А, ну да, 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 да. Ну-ка дай-ка я лучше сам поиграю с этими двумя тупоголовыми боссами. Кстати, вот откуда вот эти чувачки? Кто мне скажет, а? Что это за големы такие? Причем один какой-то магмовый, да? А другой хрен узнает какой. Поехали. Начнем прощупать. Оу, хорошо бомбим. И вертушка, наверное, их всех обоих добьет. Да ведь? Е! Хе-хе-хе! Даже пикнуть не успели. Обделались и упали. Вот и все. Был разговор у нас с ними короткий. Ну что же, я нас поздравляю, мы с вами переходим далее. Слушайте, интересно, получим мы сегодня уровень или нет? Так, Рафаэль Космос. Отлично. Так, и следующий у нас кто идет? Это же Леонардо, да? Это Леонардо. Собственные персоны. 55 уровень уже. Все равно будем играть на автобое. Я больше чем уверен, что мы здесь с вами победим. Хотя уже они падают далеко не с первой попытки. Ну, не считая, конечно, пинка от Криса Брэдфорда. Тот своим пинком, проникающим в ребят, практически любого убивает. Насколько бы он там не был силен. Так, тихо. Отлично. Дронов этих, конечно же, тоже нужно бомбить. Мутировавшиеся белки, которые почему-то, по моему мнению, больше похожи все-таки на чужих. Ну да. Отлично. Так, и... Опс. Ну-ка. Почему мы не стали... О, начали бомбить грибы. Вообще-то надо было их, ребят, если честно, в первую очередь бомбить. Вот, смотри. Они опасные, гаденыши. Так, минус. И грибочек тоже убили. Так, четвертая волна, последняя. Кто у нас там? Армагон. Ага, Рафаэль и Донателло. Космос все это. Минус, отлично. Так, Рафик берет провокацию на себя. Это тоже хорошо, в принципе. Армагончик, куда ты, родной мой? Тебе не осилить моего Рафаэля. Ой-ой-ой-ой. Маленький огненный дракончик. Откуда он его взял, я не знаю, а? Он вечно, да? То дракончик какой-то, то какой-то гриб, который хочет его съесть. Ага. Крис делает укрепление. Ну, в принципе, это незачем было делать, потому что Армагону уже хана. Да. И это круто. Мы с вами достаем ДНК на Лео. Одну штучку, по-моему, да? Вот покажи мне, сколько. Одну или две? Одну. Ладно, двигаемся дальше. И у нас тут будет Микеланджело. Ух, ё-моё. 65-й уровень. Вот здесь уже я, наверное, ребятушки буду сам играть. Потому что тут уже очень и очень опасно. Тут можно и упасть невзначай. Так, хорошо, ладно. Терпим пока. Добивочный. Проникающий. Ага. Уйди отсюда. Мини-крэнг, ёлки-палки. И почему, главное, вот эти вот маленькие крэночки, да? Посмотрите, их сколько здесь. Вот в роботах это же мини-крэнги. А именно тот здоровый крэнг, который находится в боте, самый главный у них. С какого вдруг? Лешего у него такой... Как сказать? Такие привилегии. Чем он таким отличается, да? От других. Так, ладушки. Что вы, белочки, распрыглись-то тут, а? Смотри, что делает. Ты смотри, что делает. Ну, мы держимся. Причем довольно неплохо. Минус мини-крэнг. Так, добьем. Добили. Так, ну-ка, пинка ей. Ай-яй-яй. А вот так вот. Солидно. Так, ну этого, ну, не добьем, наверное. Ну, пол за ру и отняли. Хорошо, что белки просто, ребята, прыгают. У них нет никаких там супер-атак. Третья волна. Угу. Я готов. Так, стрелозады и плюс эти хмырёныши. Стрелозады, насколько я помню, ребята, они сами по себе ватные. Очень ватные, поэтому... Блин, а что эти, что эти, они все массовые атаки делают, ведь так? Угу. Давай вот так вот бомбанем, как говорится. Треть. Добьем кого-нибудь? Нет, не вышел фокус почему-то у нас. Нет. Ребят, стрелозад бомбит только по одному. Значит, получается, вот эти вот хонорики бомбят массово, а стрелозад только по одному. Понятно. Все. И у нас, ребят, четвертая волна. Здесь, естественно, все будут с космоса. Ага. Майки, Лео, Армагон. Так, для начала мы, наверное, укрепим себе, да, житухи. И будем уже бомбить. Давай-ка вот Лео накажем. Тыч. Ого. А, это, ребята, у Микеланджело, блин. Космический грибок этот. Упс, заблокировал мне способность. Хорошо, я делаю вот так вот. Пиняти на себя. Е. Пробивной. Шик. И еще блеск. Вот так вот делаются у нас дела, ребят. Фух. Я вот не знаю, стоит ли нам на Доника идти или нет. В прошлый раз, в прошлой серии мы, по-моему, с вами как-то рисковали, да? Сделать вот именно... Подожди, вот здесь вот. Но у нас, по-моему, ничего не получилось. И уровни здесь... Ух ты, 75-ый плюс 2, ребята, голема. Ё-п-э-р-э-с-э-тэ. Слушайте, я думаю, что даже не стоит рисковать. Но это бесполезно. А вот поискать кого-нибудь было бы довольно неплохо, я вам скажу. Хм. Кто нам нужен? Давайте посмотрим. Так, Раф, Лео и Майки, да? Мне хоть кто-нибудь... Погоди-ка, секунду. А что это мы... А! Ёлки-палки, это ДНК просто. И здесь, наверное, ДНК, да? Ага. Я думал, мы, может быть, какую-то специальность сможем им прокачать. Но нет. Кстати, у нас очень много сюриков. Надо будет в магазин потом забежать, посмотреть. Значит, смотрим. Леонардо, да? Рафаэль. Ага, у меня и Леонардо есть, и Рафаэль. А вот Микеланджело у меня нет, по-моему, да? И Донателло нету космического. Погоди-ка. У меня нету только Доника. А где же у меня Микеланджело? А, вот он, вот он Микеланджело. Ясно все. Тогда давай посмотрим, кого нам быстрее стоит раскачать. Так, тут 13, тут 8. И тут 8. Блин, они все так далеки от меня. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Мы можем с вами поднять уровень Рафаэлю. Нет, не будем пока ничего поднимать. Мы лучше с вами зайдем в магазинчик. Вот сюда. И посмотрим. Максимальное давай возьмем 5000. Окей. Возьмем 5 ДНК на Рафаэля. Так, что у нас по монеткам тут выходит? 63. 63 монетки. Хм. Мало. Мы с вами качаем, как вы помните, Шреддера. Сам не знаю для чего, но мы его качаем. Ладно, хорошо. Тогда давай зайдем в испытание. И будем искать Рафика. Получится, нет? 30 жетонов. Ладно, хорошо. 2 доллара, блин, ну. Специально, что ли, так делаете? Так, кольцо крутости. Да кому оно нужно, это кольцо крутости? Это елки-палки. Ага, а вот и Рафик. 2 ДНК, ребят, на него выпало. Ага, теперь давай попробуем Лео найти. Сколько у нас сыра? На 2 раза буквально, да? Хватит только. Попробуем. Блин, какая-то книжка, газетка. Я не знаю, что это нам выпало. Блин, Бакстер выпадает нам, к сожалению. И 3 сыра осталось всего. Да, ребят, не получилось. Ну да ладно, ничего страшного. У нас еще будет много чего интересного. До конца 7 дней. То есть, ребят, неделька. Так что успеем все здесь пооткрывать, понаполучать приключения. Сыр у нас есть. Сыр у нас... Ой, сыр. Пицца есть, но ее мало, ребят. Всего 12 шок. Я думал один раз крутануть рулеточку. Нужно 16. К сожалению, не получится. Ну, тогда, наверное, мы будем с вами на этом закругляться. Вам всем большое спасибо за просмотр. И обязательно с вами увидимся в следующей серии. И продолжим играть в черепашки недельгены. Так что всем пока. Всем удачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова